Буйство красок и огней, полёт фантазии, не имеющий границ. Всё это для зрителей уникальной программы королевского цирка Гии Эрадзе «Пять континентов». Герои необычного спектакля предстали во всей красе перед брянским зрителем. Сюжет сказочного шоу перенёс заворожённую публику в роскошный замок короля. Королевская чета и свита в невероятных костюмах поразила своим великолепием. И впервые под купол брянского цирка воздушные гимнасты поднялись на люстрах. Ещё более неожиданным стал номер «Звёздное небо». Это небесные нимфы спустились с небес и закружились прямо над головами онемевшей публики. Не успел зритель перевести дух, как накатила новая волна впечатлений. В центре внимания хрупкая красавица на зеркальном шаре. Несмотря на ускользающую опору, девушка эффектно справляется с хула-хупами. На самом деле это не просто девушка, а невеста в роскошном свадебном наряде. И вновь смена декораций. Теперь это испанская коррида, высшая школа верховой езды и грациозные тибетские яки. Эмоции наколены до предела. Их подогревает история любви феникса и жар птицы. Это настоящий балет под куполом. Кругосветное путешествие продолжается. Мы в гладиаторском Риме. Здесь бьются за звание сильнейшего. По арене разъезжают кони фрисской породы, запряженные в римские колесницы. В финале прекрасная пленница исчезает. И на ее месте оказывается белый лев. В коротких промежутках между перелетами по континентам зрителя развлекает клоун Харри. Заслуженный артист России Игорь Яшников непринужденно и трогательно смешит детей и не дает расслабиться взрослым. Неожиданно зритель оказывается на бразильском карнавале. Под зажигательные танцевальные ритмы сложно усидеть на месте. Умопомрачительные трюки выполняют артисты кенийского цирка. Дальше больше. На арене появляется золотой сад, мир райских птиц и красочных дрессированных попугаев. Быстро вертится земной шар. И вот уже действие перенеслось в джунгли Дикой Африки. С первыми лучами солнца просыпаются все экзотические жители этого континента. Зебры, обезьяны, дикобразы, лемуры, лани, носухи, лошади. Они приветствуют своего вождя. Аттракцион «Львы и тигры» открывает второе действие спектакля. Здесь правит настоящий король. Даже царь зверей покорился Гия Эрадзе и покорно выполняет все пожелания короля. А полосатые хищники смиренно подчиняются принцессе российского цирка Людмиле Сурковой. Впервые на цирке спектакли. Обычно просто представление. Тут впервые именно как спектакль. Эффектные костюмы, эффектное представление. Очень необычно. Мне понравился больше клоун. Потому что он... Еще бы хорошо, если бы у него была аварийка. Говорил же аварийку. Хорошо бы включить ему еще. Нам очень понравилось. Даже такому маленькому ребеночку. Старшему сидит в зале. Очень понравилось. Очень яркие костюмы. Все яркое, красочное. Программа очень насыщенная. Очень хорошо. Таких бы цирков нам побольше. А клоун понравился? А звери? Вообще все здорово. Красиво. Очень красиво. Артисты просто великолепны. Потому что я думаю, что у нас в городе одно из редких заметных явлений, когда вот такого уровня представления мы можем видеть. Ну и наши дети, конечно. Мы работаем для зрителя. И наш судья – это только публика. Это вы. И когда сегодня встал зал, и ко мне подошел директор цирка Брянского, сказал, что такого никогда в цирке не было, чтобы зал вставал на цирковые спектакли. Мне было это, конечно, приятно. И на протяжении всего шоу я видел тепло. Я видел ту отдачу зрителя, которую нам и не хватало. Жителей Брянска ждет уникальный сюрприз от цирка «Пять континентов». Артисты готовят новый номер, который впервые покажут именно в нашем городе. Мы готовим новый номер для большого проекта, который начинает работать в Московском цирке Никулин на циркном боевале с февраля месяца. Это будет очень красивый номер. Какой я не открою пока секрет, но как только мы его будем выпускать, накануне мы сделаем пресс-конференцию и обязательно публике расскажем. Следите за новостями и чаще посещайте цирк. Шоу «Пять континентов» будет радовать брянцев своими спектаклями каждые субботу и воскресенье до 19 октября. Александра Седачева, Александр Егоров. События. Брянск.